Ну вот и всё. Цена в 40 тысяч рублей за апокалиптическое издание третьей части саги о всадниках более мне не кажется высокой, потому как Capcom анонсировала лимитированные издания Devil May Cry 5, и ценники на них мы посмотрим на японском сайте игры. Причём я считаю, должен тебя подготовить к тому, что цена больше не в 2 и даже не в 3 раза, а в 10. Вау, Capcom, я удивлён, что же там такого? Я и представить не могу, что может стоить таких денег. И всем привет, меня зовут Алексей, это канал как есть, спасибо, что включил это видео. Приятного просмотра. Начну с того, что я оговорился, и это не лимитированные издания, а ультралимитированные издания. Они рассчитаны исключительно на японский рынок, отсюда, кстати, и такие ломовые цены. Но давайте не будем забывать о том, что всегда найдутся ценители. Я бы даже сказал, фанатичные ценители, готовые выложить кругленькую сумму за то, что они так сильно любят. И все мы знаем, что не только японцы смогут купить эти издания, в конце концов никто не отменял спекуляцию, так что перепродаж не избежать. А вот и сам сайт, ссылочка, кстати, будет в описании. Видим, что лимитированных изданий несколько. Три из них именные и одно для бомжей. Да, по-другому я и сказать-то не могу, учитывая ценники на первые три. За именное издание Нера придется выложить порядка 436 тысяч рублей. Однако там еще написано плюс налог. Но я точно не знаю, это цена с учетом налога или это предупреждение, что еще сверху налог. Потому как в США, насколько я знаю, указываются цены без налогов. Может и тут так. А вот именное издание Данте стоит уже 523 тысячи рублей. И самое дешевое это издание Ви. Это на тот случай, если ты прям true фанат, но денег маловато. Тогда покупаешь Ви за 348 тысяч рублей и радуешься. А, и конечно издание для бомжей, которое стоит около 6 тысяч рублей. Да что же в этих изданиях, раз они стоят почти по полляма. В одной из них даже чуть больше. А, собственно, ничего, как по мне. Купив игру по цене автомобиля, ты получаешь плащ, который носит герой DMC в соответствии с изданием. Не стоит переживать, что это несомненно дорогая вещь на тебя не нарезет. Или будет велика. Ведь заботливые японцы разместили на сайте размеры покроя. Но, как мне кажется, такие вещи покупают не для того, чтобы их носить. Они скорее коллекционные. Поэтому эти размеры нужны, чтобы знать манекена, каких габаритов покупать. Чтобы этот плащ висел на нем. Красивенько так. На самом деле сайт действительно показывает, что эти вещи хорошие, качественные, детализированные. И даже актеры то ли позировали, то ли снимали моушн капчу в них. Я не особо-то знаю японский. То есть совсем. И поэтому, что мне переводчик перевел, то я и пытаюсь до вас донести. Сказать, что я по первости был удивлен ценой и содержанием этого издания, это ничего не сказать. Но потом я погуглил. Или поендулил. И узнал, что у японцев, особенно те, кто уже в возрасте, достаточно у них неплохие зарплаты. То есть нам такие, честно говоря, вообще и не снились. Вот японец лет 50, вполне состоятельный человек. И я не думаю, что он будет покупать. Или будет. Хотя, как мне кажется, это рассчитано все-таки на более молодую аудиторию. Пусть там и заработные платы не такие большие. Но все же, до релиза еще порядка полугода. Так что успеют подкопить и купят все, что пожел... О боже! Ведь наверняка найдутся люди, готовые купить все три издания. Ха, чуметь! Ведь действительно такие найдутся. И это Кэпком вообще молодцы. Это... То есть сколько же денег они смогут наварить на этом? Хотя, наверное, не больше, чем было запланировано. Потому как это ультра-лимитированные издания. Значит, скорее всего, тираж будет, ну, не такой большой. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что был полезен. Всем пока. А, да, не забывайте стримы каждую неделю в пятницу. Хотя, теперь я не знаю, как быть со стримами. Но, скорее всего, я попытаюсь каждую пятницу все-таки продолжить стримить.